с миром николай у меня такой вопрос про российское библейское общество это люди я так понял они сделали перевод библии до синодального у меня в одном из книги в книге каком-то томе перечисляется кто был какая реакция как царь восставал против этого почему не хотели издавать я на кое-как нашел ответ там был филарет амфитеатров кажется он царю сказал говорит если библия на русском языке будет у народа в стране произойдет революция вот ответ какой я лично их не знаю тем более в прошлом веке там где где они были что они масоны и поэтому о них предупреждал феофан затворник я за русский перевод и за то чтобы чем раньше тем лучше ну вот здесь есть библейское общество сибирская булатов и он приезжал несколько раз к нам не один с кем-то а потом привез троих кажется американцев мужчина женщины получилось так что два раза он у нас был и сказал что тут айроцы ну алтайцы и переводят на их язык и они где-то проходят курсы еврейского языка изучают санкт-петербурге и мы помогали но кого тут бы он говорит второй раз приехал вы у меня вышли барнаульская крестово-движнская общая на первое место среди всех жертвователей вот и ответ то есть мы никак не против но с ним договорились что следующая встреча и он обещал привести кого-то из переводчиков к нам но этого не было и наша ну все время присылает каждый раз где они бывают кому проповедуют как все и все время нам присылают но встречаться больше не было условия было поставлено что они привезут покажут быть лично будем знать и ну и раз этого не было то или нету а что про это говорит доброе дело доброе дело перед богом они брали готовый перевод то издание шло переводила здесь не библейское общество какое-то свои переводчики как папский герасим петрович хвольсон даил абрамович там логина перечисляются макарий глухарев алтайский здесь он недалеко был тоже канонизированные которые вот они как сейчас новые языки переводят про это я ничего не знаю языков тех не знаю на языки малых народов у меня было узбекской туркменской кажется евангелие откуда-то попала мне у меня стихотворение копал экскаватор глубоко траншею выкопал древний сундук что из этого было как там были книги как люди брать ну и все проще такое стихотворение встречал нет нет я помню фрагментов говорили из его как-то да я могу я его после беседы могу найти и скинуть вам отлично было бы да ну что я хочу сказать но российско библейское общество оно существует уже больше двухсот лет да то есть они я так понял чуть ли не до синодального перевода еще сделали свой перевод и у меня собственно вопросов несколько вот вчера 21 августа 2022 года была новость у них на сайте что будет издана библия на осетинском языке осетин сейчас официальным данным на 2022 год 688 тысяч где примерно человек вот на осетинском языке и говорят там кто хочет помогайте и прочее и там среди прочего говорится что были наняты специалисты которые хорошо знают и переводили не с русского синодального перевода например или с того который у них до этого был а прямо опять же с греческого с еврейского я не очень понимаю зачем каждый раз проделать одну и ту же работу если для тебя уже это сделали много раз с греческого перевели ты опять им не доверяешь получается и пришли это все не подходит мы сейчас лучших специалистов найдем и теперь мы не с русского на осетинский переводим опять мы с еврейского с древнегреческого зачем это делается они сами себе не доверяют или как ну вот как приводили допустим славянский язык септуагенты как бы хорошо не переводили но оригинал это оригинал это очень очень непросто я занимался языками просто по-настоящему и скажу какой язык что как и поэтому надо переводить всегда с оригинала вот так потом ассорецкий там я вот я говорю что феофан затворник был против вот начинается сейчас не его а яхватом его и на этом все кончилось лучшие переводчики нашли это гласных там не было откуда взяли вот начинаете спорить если только он не отвергает синодальный перевод мне разговаривать с ним не о чем я вижу что это не добрый человек синодальный перевод 1876 года лучший самый наилучший со времен как библию стали переводить переводила четыре духовной академии это не игрушка а какие были переводчики я все рассказываю когда спросил а он с оригиналами работал евреи александр мей я вы могли бы так переводить он по-еверески свободно энциклопедист не таких переводчиков сегодня нету они сравнивали как это слово многогранное слово вот как понимали златоуст как василий великий амроси медиа ландский они смотрели вот такую тонкость потому что многозначимость слова это перевод будет даже много отличается один от другого перевод очень хороший вот немецкий там мартин лютер первый отдел кто переводил это джеймса якобы по-английски это во время со царства не его переводил то не он переводил кто-то мы толком и знать не знаешь я смотрел я считал на немецком английском к что я знал я на их языках и все сравнил сравнил не с оригиналом а с русским до расхождение есть но не по смыслу по словам и говорит бывает время горит и львы алчат добыча а в другом переводе и богатые нуждаются помощи смысл один хотя говорится львы это цари в природе так вот мое отношение такое я их никого не знаю все они масоны или нету меня это не касается я имею перевод они не переводили они только добивались чтобы издать издать от народа то спрятано было это не перевод их был перевод синодальный и они его перевод хотели издать и не давали если там 40 лет между ними почти разница да понятно они сейчас пишут свой же перевод вставляют это современный прямо не пишут русский перевод вот эту их издательство а потом смотрю там не то не синодальные и отложил ее в сторону так и лежит у меня там где-то я даже разговаривать не буду там они на современно на какой современный ты считаешь как будто сегодня переводили только там где-то слова паки бытие там что-то три слова встретились уже тут просто ничего не знают и вот каждый начинает по словарю одно слово что оно значит там по гречески причем тут гречески когда евреям бог открылся мое решение самое положение нашел стихотворение ваше сейчас на сайте ну-ка прочитай слово божие вечно копал экскаватор глубоко траншею и вытащил древний сундук случайный прохожий вытягивал шею потрогать тянулась и множество рук какой-нибудь клад сообщить надо будет и где-то в отделе хрипел телефон толпа возрастала дарила всей грудью и липла как в очередь на стадион стоял инвалид с любопытством мальчишки вопросы блуждали по лицам нашедший подел монтировку и крышку не стал дожидаться милиции и слевшие тряпки газетные клочья а дальше сокровища книг и кто был до мудрости книжный охотчий источнику знания при них от марка матфея луки и она читают на желтых страницах и новый не уличный кадр на экране и целая гамма на лице нашелся знаток исторических данных и библии книгу назвал сундук разобрали тот час по карманам а ящик спихнули в отвал кто знает про это как он здесь кто знает про это как он здесь оказался и жив ли хозяин его но каждый кто книгам теперь прикасался молился в душе за него библейские строки писались веками и авторов кровью храпились за тридцать столетий разрушились камни асбибль божия милость тираж ее общий всегда возрастал и в апогеи эпохи и а были моменты едва кто листал в огне уцелевшей крохи по тюрьмам и каторгам эти листочки чудом чудес проникали изорваны смяты слезами подмочены ночами их переписывали переписали 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 кто к этим страничкам душой прикасался те встречу с иисусом имели у многих знаменем сложились сложились пальцы у многих знаменем сложились пальцы те троицы гимны воспели игнатий лапкин тюрьма октябрь 1980 год барнаул вот это написано то в каких страданиях понимаешь это не просто стихи я стоял делать а я закованный сижу там ни связи ничего нету слезы у меня там день и ночь были у меня там новый завет был и он весь весь сморщенный пропитанный слезами вот какая была радостная вещь вот такое стихотворение это черновика у меня нету нигде это чистого листа все пишется я не переправляю никогда как вот у пушкина там перечеркивает защеркивает у меня этого нету я просто пишу как будто мне кто диктует его но хорошее стихотворение да прочувствовала и такое хорошее главное что сегодня люди то их не касается они не могут понять какой то еще библии что это как глаз божий никакие старцы тебе не нужны ничего не надо этого открой и господь напрямую с тобой заговорит перед арестом у меня было евангелие новый завет на 13 языках английский немецкий там французский татарский чувашки какие-то такие ну вот все что скажу об этом обществе люди стараются как братья гидеонова а господь усмотрит мы всегда об этом я посмотрел совет правления у них там женщина какая-то главная у них меня это не касается там я знаю такое был такой ярый безбожник вольтер дидро руссо вот они эта тройка то и вольтер говорил он тут царисы заигрывал и говорит через сто лет библия будет забытой заброшенной книгой ее можно будет только найти в археологических музеях как свидетельство глупости более ранних поколений и на самом месте где он сказал это с балкона образован был склад библейского общества где уже вышло больше миллиарда наверно этих книг вот бог как посмеялся какая-то одна умирала и на памятнике себя повелел написать плитами железными обручами все сковано как вот лежит неподвижная земля здесь этот гранит на моей могиле так и будет пришествие христа не будет его а теперь говорит там дерево растет и поднял его так на дыбы стоит и написано как стоит прочно стоит на дробный по это там плиты мрамор на их подняла вот так вот и все и получилось проповедь вот так еще тогда вопрос давай там я смотрю много еретиков в правлениях там баптисты вот пожалуйста да и что полно и вы упомянули масонов какое-то в их плане значение имеет чтобы библию это я говорю их обвиняли в этом обвиняли вот феофан затворник я этого не говорил я говорю он говорил все понял да я думаю просто какое-то в их плане играть значение никакого не знаю не знаю я об этом даже не задумываюсь у меня есть библия и я спасаюсь все я благодарен богу всем кто это добился а они видишь не давали издавать не давали а они завозили готовое напечатанное по-русски синодальный перевод вот что главное то да ну понятно хорошо в общем осетин планируют они снабдить писанием на местном языке и вот сейчас объявили сбора очередной вот был такой переводчик один из самых сильных он перевел вот евангелие от матфея псалтырь павский герасим петрович и он перевел студентам преподавая в духовной академии для лучшего разумения ветхезаветные книги и они на элитографировали 500 экземпляров и власти узнали сделали обыск но 3 экземпляра сумели спрятать потом они сгодятся где-то его а он воспитатель царских детей воспитатель профессор и он едва тюрьмы избежал вот какая была нет все остальное конфисковали и сожгли православная церковь то есть и выгодно держать народ в темноте царствовать совершенно темными людьми и как тут не возникнуть разным сектам когда все понятно и ясно делается вот такая штука слава христу отхожу благодарю заходи будут вопросы какие заходи